Обратите внимание, сейчас стрелок нажмет на спусковой крючок неправильно, резко, со всей силы. И смотрите, насколько сместится оружие. Видели, насколько сильно сместилось оружие вниз. Точно так же происходит при стрельбе и с боевым патроном. Однако этого движения пистолета в результате отдачи и звука стрелок не видит. Он не контролирует это. Поэтому отработка приема управления спуском курка с боевого взвода необходимо в обучении производить только лишь при стрельбе в холостую и без патрона. В чем же дело? Почему происходит такая ситуация? Стрелок, стараясь резко поймать ровную мушку с прорезью в районе точки прицеливания во время колебательных движений, резко нажимает на спусковой крючок. Происходит резкое сокращение мышц указательного пальца. И это же сокращение мышц указательного пальца через центральную нервную систему передается непосредственно на мышцы всей руки, в данном случае кисти и лучезапясного сустава. Поэтому и происходит одновременное сокращение всех мышц всей руки. И в результате чего происходит резкое отклонение пистолета от первоначального положения и неточный выстрел. Еще раз продемонстрируй, как это происходит. Видно. Для того стрелок должен добиться такого положения управления спуском, нажатия пальцем на спусковой крючок, чтобы оружие в момент прицеливания и в момент спуска курка с боевого взвода не смещалось в сторону. Не срабатывали мышцы, кисти, руки и туловище. Для этого стрелок должен выжать сначала свободный ход. Вот он выжат. И затем медленно, постепенно, плавно и постоянно усиливать нажатие до спуска курка, не обращая внимания на колебательные движения, которые совершает оружие. Пожалуйста. Медленно, постепенно, плавно и постоянно. И вы видели, что в настоящее время оружие практически с места не сместилось. То есть был произведен правильный прицельный выстрел. Такая же самая ситуация характерна и для стрельбы из автомата и снайперской винтовки. На примерах, стоя из автомата и СВД, вы сейчас это увидите.